Всем привет! Меня зовут Олесь, вы находитесь на YouTube-канале Пятый Элемент. И знаете, у каждого в жизни бывает такой период, когда ты заканчиваешь какие-то очень долгие и тяжелые для тебя отношения и пытаешься вернуться к своему какому-то давно забытому хобби или тому, что тебе нравилось. Вот и компания Huawei, закончив свои тяжелые отношения с Google, начала делать ноутбуки. Не то чтобы начала, а продолжила. И поэтому сегодня у нас на обзоре ноутбук от компании Huawei MateBook D15. По комплектации у нас все достаточно скромно и стандартно. Это макулатура, это вот такой вот шнур USB Type-C, USB Type-C и вот такой вот немаленький блок для зарядки. Сейчас его чуть поближе видите на своих экранах. В этом ноутбуке есть две очень интересные особенности. Особенности в нем больше, он вообще особенный у нас такой, но интересные из них две. И первое это то, что у вас в кнопке включения расположен сенсор, благодаря которому вы разблокируетесь. То есть здесь есть сканер отпечатка пальцев. Чтобы вам каждый раз не мучиться и не вводить пароль, вы прислоняете свой пальчик, ноутбук разблокируется. А вот вторая интересная особенность заключается в его веб-камере. Если вы обратите внимание, ее нет на самом экране. И пока я не загуглил, я вообще думал, что в этом ноутбуке нет веб-камеры. Но все оказалось не так просто. Она есть, просто она от нас с вами спрятана. И находится она между кнопками F6 и F7. Вы вот так вот на них нажимаете. И выезжает камера. Кому-то может показаться, что это отличное дизайнерское решение. Но это не совсем так, потому что камера располагается на мониторе не только потому, что это дизайнерски красиво выглядит, но и потому, что вы можете регулировать высоту того, как высоко вам нужно настроить камеру. Когда у вас камера расположена в кнопке, этого сделать не получится. Она на фиксированной высоте. Это не всегда удобно. В тестах камеры увидите. С левой стороны у нас USB Type-C для зарядки, USB Type-A 3.0 и HDMI. С другой стороны у нас два USB 3.0 типа А и один 3.5G. К сожалению, нету порта для интернета. Но, видимо, я один уже последний такой остался, которому это нужно. Что касается сканера отпечатков пальца, дадим компанию Huawei должное. Работает он быстро и надежно. У меня с ним никаких проблем не было. Считывается довольно уверенно. Переходим к нашей любимой постоянной рубрике. Мы, как люди, которые никогда не разбирали ноутбуки, будем учить вас разбирать ноутбуки. И здесь у этого ноутбука тоже все хорошо. Здесь не так много болтов, которые нужно выкрутить, чтобы снять крышку. И, насколько я знаю, опять же, это только мои теоретические знания, вы можете поменять SSD-шник и Wi-Fi модуль. И пока мы не сильно далеко ушли от нижней крышки этого ноутбука, посмотрим, как на нем расположены резиновые ножки. Отверстие для вентиляции, которое помимо нижней крышки, также находится на задней. В закрытом положении вы их можете видеть, так как не сильно видно. В целом, по столу он ерзает немного веселее, чем он должен был. То есть сопротивление с поверхностью у него не такое сильное, как хотелось бы. Хотелось бы чуть побольше. Он достаточно скользящий. Перейдем к клавиатуре. Тут с клавиатурой все не так однозначно. Да, у нее короткий, действительно приятный ход. Ты прям ощущаешь момент ее срабатывания. Если долго за ней работать, то никаких нареканий она не возникает, как клавиатура в печатной машинке, например. Но, также, помимо прочего, у нее есть и минусы. Во-первых, мне не очень нравится материал, из которого он выполнен. Это такой шершавый пластик. Во-вторых, у клавиатуры нет подсветки, за исключением некоторых функциональных клавиш, таких как Fn и Caps Lock, у которых маленькая лампочка на уголке. Вся остальная клавиатура не подсвечивается. Если вы хотите работать ночью, с этим будут возникать трудности. Плюс, как таковые, отсутствуют клавиши прокрутки, а также клавиши Home и End. Но это такой достаточно субъективный минус. Не уверен, что ими вообще вы часто пользуетесь. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, напишите в комментариях, если вы пользуетесь этими клавишами, и насколько их отсутствие для вас критично. Может, мы с вами тут вообще перейдем к тому, что в клавиатурах многие функциональные клавиши не нужны. Плюс, сами по себе клавиши, если посмотреть на них под углом, под цветом, есть ощущение, что это не пропечатанные буквы на клавишах. Они большие наклейки, и есть ощущение, что они могут скоро стереться. И самый важный, как для меня, для геймера, минус. Здесь очень странно расположены кнопки. Это очень тяжело объяснить словами. Но смотрите, я, когда играю в какие-то мобо-игры, у меня очень часто задействованы Q, V, E, R. И я привык уже вслепую ставить пальцы. То есть, на большинстве клавиатур мне не нужно смотреть, чтобы правильно расположить пальцы. А здесь у меня вместо нажатия Q очень часто нажимался Tab. То ли дело в размере этих клавиш, то ли в интервале между ними. Но вот я такую проблему заветил, я с ней столкнулся. Я не знаю, чем она обусловлена, но она есть. Что касается тачпада. Тачпад здесь большой, у него матовое покрытие. На ощупь он приятный, гладкий. С осчитыванием нажатий функциональных клавиш проблем лично у меня не возникало. Тачпад хороший, вопросов нет. Что же у нас здесь с дисплеем? Матрица у него IPS, разрешение у которой 1920х1080 и диагональ 15,6 дюйма. По заверениям производителя максимальная яркость 250 нит. А вот есть ли на этом экране какие-то засветы или проблемы, мы с вами посмотрим на тест. Если мне не изменяет память, предыдущая модель, а именно Huawei MateBook D14, было на процессорах от компании Intel. В этот раз ребята перешли к немного другим производителям, потому что этот ноутбук работает на процессоре от компании AMD, а именно Ryzen 5 3500U. А это значит, что у этого процессора у нас 4 ядра, 8 потоков и базовая тактовая частота у нас 2,1 ГГц с разгоном до 3,7 ГГц. Здесь у нас имеется встроенная в процессор видеокарта, видеочип Radeon Vega 8. И производительность в целом будет зависеть от количества вашей оперативной памяти, поэтому чем больше в вашей конкретной комплектации будет, тем будет лучше. Что же он может предложить вам в своей автономной работе? Если вы будете сидеть в браузере, набирать текст и при этом еще пользоваться Wi-Fi, чтобы загружать какие-то страницы, он у вас проработает где-то 8 часов. Это неплохой показатель для ноутбука с такими характеристиками, потому что процессор кушает немало. У вас растет производительность и падает немного время автономной работы. Еще из интересного в этом ноутбуке есть функция Huawei Share. Работает она примерно как AirDrop, то есть вы можете даже помимо всего прочего эмулировать свой телефон на своем ноутбуке и пользоваться телефоном на ноутбуке. Перейдем к тестам. Далее на своих экранах вы видите результаты теста Geekbench. В одноядерном тесте наш ноутбук набирает 466 баллов, в мультиядерном 2683 балла. Сейчас мы тестируем наш ноутбук на нагрев, проводим троттлинг тесты и заодно посмотрим, сильно ли он шумит. Ну, уровень шума вы можете слышать сейчас. В среднем за 20 минут теста на троттлинг мы нагрели ноутбук до 50 градусов. Он поднимался и выше, где-то до 54, но снижался. И все из-за этого вентилятора, который вы слышите. При этом корпус металлический, мы чувствуем, как он нагрелся. В тесте на рендер картинки Cinebench мы набираем в мультикор тесте 2484, в одноядерном тесте 827 баллов. И опять же, результаты видите на своем экране. Сейчас мы проведем тест в Premiere Pro. Мы посмотрим, насколько этот ноутбук быстро будет выгонять видео. Исходные характеристики видео и то, как оно получится по итогу, вы видите на своих экранах. Далее вы будете наблюдать наши тесты FPS по играм. В этот раз мы взяли такие мастодонты, как Counter-Strike Global Offensive. Мы взяли вторую доту. Также мы взяли бенчмарк для любителей World of Tanks. В целом, что хочется сказать по играм. Steam крашится у меня в автономный режим периодически. Не знаю почему. Battle.net открывается, Steam почему-то не хочет работать, входит в автономный режим. В целом, количество кадров в играх стремится к нулю. Но это вам лучше увидеть, нежели я вам буду рассказывать. Сейчас вы видите на своих экранах тест в Dota 2. Я покажу вам настройки графики. У нас стоит практически все на минимальных. И на данный момент количество FPS у нас 66. При этом температура процессора уже поднялась до 61 градуса. А с начала матча еще не начался отсчет. Сейчас на своих экранах вы видите FPS тест в Counter-Strike Global Offensive. Настройки стоят практически минимальные. И все равно у нас есть провисание по FPS. Это тест камеры и встроенного микрофона ноутбука Huawei MateBook D15. И сразу, не знаю как вам слышно по звуку, у меня как вам видно по картинке, но могу сказать сразу, очень неудобный угол обзора. То есть если я хочу, чтобы разговаривать с вами, вот как-то надо ноутбук сам поднимать, поскольку камера расположена в клавиатуре, не получается ее отрегулировать. Плюс, если вы параллельно будете печатать, все будут увидеть, что у вас здоровые пальцы, потому что тут так камера у него расположена. Сейчас мы проведем тест звука на ноутбуке Huawei MateBook D15. Давайте послушаем. Как вы сами могли услышать, звук здесь средний. Не сказать, что прям вау, он неплохой и нехороший, но просто средний. Давайте подведем какие-то итоги всего этого сегодняшнего обзора. Для кого подойдет этот ноутбук? В целом, если вы работаете в офисе и в максимально ваши обязанности входит разве что в Excel пару формул прописать, немного посидеть в PowerPoint и затыкать на смертьборд, этот ноутбук вам подойдет. Если в вашей работе требуется нечто более производительное, будь то монтаж, будь то работа с какими-то игровыми движками, опять же, он вам не подойдет. Это слабоватый ноутбук. Да, у него при троттлинге, при повышении температуре процессора, производитель на самом этого процессора не снижается. Вот такая вот интересная фишка в ноутбуке. То есть он будет для вас стараться по максимуму, но тот максимум, который он может себе позволить, у него невелик. Если вы счастливый обладатель ноутбука от Huawei, обязательно напишите нам в комментариях, что вы думаете о ноутбуках от этой компании. Возможно, вы увидели какие-то подводные камни или аспекты, на которые мы не обратили внимания. Обязательно ставьте лайки, дизлайки, в зависимости от того, понравился вам этот ролик или не понравился. А с вами был Олесь, пятый элемент. Спасибо.